Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры И сегодня мы продвигаемся, как и было обещано на предыдущем уроке, по второй главе И тема, основная тема сегодняшнего занятия это непропорциональное соотношение коинов и левитов сказано во второй главе, если прочесть 36 стих, начиная с 36 стиха Священники и потомки Едаи из дома Ишуи 9973 Фашхура 1247, потомки Харима 1070 Левиты, потомки Ишуи и Кадмеля из сыновей Авадии 74 Певцы Асафа 128, потомки Стражей Ворот, сына Шалума, сына Атегра Сына Талмона, сына Кува, сына Хатиты, сыны Шаваи Всего 139 И вот в этих двух стихах, трех, когда мы прочитываем, если мы возьмем и посчитаем количество представителей различных семейств коинов, различных семейств левитов мы увидим, что соотношение кричащее, непропорциональное соотношение оно само по себе вызывает вопрос серьезный, что произошло если левиты, представители колена Леви, Койны, они тоже представители колена Леви, но потомки одного человека потомки Аарона Койна, брата Моше соответственно, их должно быть гораздо меньше, потому что это вот такой семейный клан все Койны являются очень близкими родственниками, они потомки все одного человека и тут вдруг мы видим, что целое колено представлено всего тремя сотнями, приблизительно тремя сотнями левитов а количество Койнов, количество Койнов, наверное, как подобает, как должно быть около четырех тысяч человек пропорция обратная и соотношение обратное так пропорции нету никакой что же произошло какая была причина того, что Койны, да, поднялись в святую землю не все, но в достаточном количестве а вот левиты как-то не очень стало ли их меньше были ли какие-то эпидемии была какая-то особая ассимиляция что повлияло на это или же были какие-то другие причины по которым левиты не поднялись в святую землю отвечая на этот вопрос наши мудрецы приводят несколько источников в нескольких местах Вавилонского Талмуда где говорится об одном и том же о штрафе, который наложил на левитов Эзра Эзра увидел, что левитов нету левитов не хватает у левитов нет мотивации подняться в святую землю конечно же гипотеза о эпидемии или о какой-то особой ассимиляции она здесь неуместна левиты были были, как и положено им быть в гораздо большем количестве, чем коины но они не захотели подняться в святую землю как это не выглядит непристойно но мы должны об этом поговорить мы должны об этом сказать какая была тому причина дело в том, что левиты получали положенный им маосрод когда хозяин собирает какой-то урожай то от всего он должен отделить трумоту маосрод так вот маосрод полагается десятина полагается левитам где это происходит где эти на какие места на любое место в мире распространяется эта заповедь нет эта заповедь распространяется только на святую землю плоды, которые выросли были выращены в святой земле в земле Израиля там эти плоды должны от них должны должна быть отделена десятина и трумоту маосрод наши мудрецы так пишут рамбом в первой главе законов трумоту маосрод пишет рамбом что наши мудрецы видят что земля Вавилона находится недалеко от земли Израиля сегодня откройте карту посмотрите тоже не так далеко Ирак территория древнего Вавилона находится на территории современного Ирака через Иорданию ну наверное полторы тысячи километров да наверное и меньше потому что там есть такой район на западе этой страны пустынный район который граничит с Иорданией и Сирией и вот в Израиле здесь очень с нетерпением ждали во время войны буря в пустыне когда американцы Буш по-моему уже второй Буш младший послал послал свои войска в Ирак и они шли к Багдаду и захватывали все территории так вот ждали что вот здесь облегченно вздохнули когда когда вот именно вот эта вот западная часть Ирака была захвачена потому что с ее территории можно было бросать скады а скады если я не ошибаюсь летали советские скады летали на на расстояние около 500 км значит получается вот такое доказательство я пытаюсь сейчас привести получается что там территория совсем Иордания наверное и сотни километров в ширину не будет как и Израиль в общем расстояние не очень большое и из-за этой близости из-за того что евреи в больших количествах проживали всегда в Вавилоне даже когда был Ишуф в Исраиле жизнь в земле Израиля наши мудрецы расширили границы где можно отделять от продуктов от продуктов от продукции работников сельского хозяйства отделять десятину и трумоту масс рот потом был добавлен и Египет Муав и Омон территория современной Иордании часть ее и Сирия в общем на этих территориях если евреи жили и выращивали продукты выращивали какую-то хозяйственную продукцию они должны были отделять трумот у масс рот просто в другом во всем мире с этой проблемы я не знаю если правильно говорить проблема есть такое махон это лаборатория научно-исследовательский институт может быть немножко это громко сказано махон махон это какое-то научное образование с решением каких-то для разработки каких-то вещей каких-то технологий так вот есть махон по решению так он называется решению Питарон Тарьяк решению проблем в заповедях сама формулировка она очень некрасивая потому что есть заповеди у нас есть проблемы с этими заповедями их нужно решить эти проблемы слава богу есть заповеди и все рады их выполнять сколько бы их не было и как бы тяжело это не было но нужно знать чтобы не попасть в просаг например какие сегодня могут быть могут возникнуть с этим проблемы ты проезжаешь в москву идешь на рынок купить себе какую-то зелень какие-то вещи которые не нужен это кашрут не нужен эхчер вся продукция земли кошерная и тебя предупреждают местные московские религиозные евреи имей в виду редиска красный перец и морковка производство израиля то есть какая здесь возникает не проблема а необходимость в неких действиях нужно отделить десятину потому что никто здесь в израиле не отделял эту десятину при посылке этих продуктов в москву соответственно нужно остерегаться нужно знать приезжаешь в киев тебе говорят земля у нас перестал родить картошку вся картошка израильская то же самое нужно это не проблема но нужно иметь в виду в вавилоне нужно было отделять десятину нужно было отделять трумоту мосрот коинам полагается трумот полагается трумот а левитам полагается мосрот есть еще кое-какие отделения небольшие не будем ими путать это не наш урок пусть те кто преподает аллаху разбирает эти темы подробнее коинам полагается еще 24 видов подарков когда выкупают первенца коину нужно дать определенную меру или стоимость 30 человек или серебра если не ошибаюсь у меня первая родилась дочка поэтому мы не делали выкуп первенца но я присутствовал на этих церемониях дают такие старые здесь в Израиле серебряные лиры старая монета которая была в обиходе здесь и таким образом приглашают коина дают ему эти деньги или эту сумму это его небольшой как бы заработок который ему полагается от Всевышнего это хала отделение от халы что еще бикурим приношение первых плодов кейвазро велехаяем желудок от жертвы нога передняя лехаяем это не щеки а почему то так называют это язык все это все эти вещи положены коину так вот там за границей в Вавилоне в Персии коины получали около десяти видов подарков приношения тех вещей которые полагаются им по торе когда коин начинает работать в храме ему уже полагаются кейвазро лехаяем еще много добавилось целых 14 видов приношений видов подарков которые полагаются коины ну скажем так более высокооплачиваемая зарплата плюс служба в КФХ плюс опять же неправильная постановка приоритетов прежде всего коины стремились служить в храме но те коины которые служили в храме или те коины которые жили в Исраиле у них добавлялось еще большое количество подарков большое количество различных вещей которые им полагаются по торе совершенно бесплатно и вот это вот могло явиться той мотивацией которая позволила такому которая подтолкнула большое количество коинов отправиться в святую землю левиты у них не изменялось ничего ровным счетом ничего все то что они получали получали бы поднявшись в святую землю все это они получали там в Вавилонии и в других областях прилегающих к святой земле тех странах которые мы уже сегодня перечислили которые перечисляет рамбом и соответственно перед тем как подниматься куда-то срываться с насиженных мест многие люди многие люди выросли там родились в Вавилоне для них это родина для них удобнее жить в этих странах среди этих народов а жизнь в святой земле не обещала никаких никаких поблажек никаких льгот а наоборот есть Раши в трактате Кедушин Тагмара который мы упоминали на предыдущем занятии где рассказывается о десяти видах юхсин десяти видов родословные которые подняли святую землю и там есть Раши объясняет который говорит что евреи в святой земле жили в тяжелейших условиях в бедноте жили в проголодь нужно было буквально восстанавливать эту целину и еще и под постоянным натиском и угрозами окружающих нееврейских соседей разумеется только очень религиозные только очень высокодуховные люди только очень или те которым очень по каким-то причинам нужно было они осмеливались на эту непростую на это непростое путешествие переселение в святую землю но как бы тяжело не было как бы Раши не пытался оправдать или сравнить условия жизни там на чужбине и здесь в святой земле на родине но в тяжелейших условиях это не выглядит хорошо и говорят наши мудрецы в Игновском Талмуде в трактате Хулин трактате Ктубот Эзра установил Эзра сделал штраф такой штраф он сказал такую вещь что все трумотума срод будут сноситься в особую лишка особый склад особый особый филиал такое место где все это будет складываться и коины и левиты только те которые будут служить в храме они будут получать положенные им подарки Эзра очевидно знал что это что это возможно по Торе и таким образом он решил поднять мотивацию у левитов и даже у коинов жить в Иерусалиме подниматься в святую землю служить там при храме для того чтобы иметь больше чем он просто мог бы зарабатывать живя на своей кормиться живя только на своей земле на своем поле если вы спросите как левиты были таким образом мотивированы в кавычках или оштрафованы за границей ведь вряд ли трумоту можно было присылать сюда в святую землю там сказано что все что полагалось левитам он просто передал коинам то есть он вообще просто их лишил просто лишил лишил своих полномочий лишил своих льгот пожалуйста хотите хотите жить лучше приходите служить всевышнему приезжайте в Эрет Исраэль будет у вас все что вы захотите о том насколько это повлияло на на левитов можно увидеть из книги Нехемия как это было важно для левитов это вот централизованное распределение трумоту Маасрот между левитами и коинами можно увидеть в книге Нехемия что я хочу вам проиллюстрировать привести в тринадцатую главу нам еще не скоро не скоро мы туда доберемся вот рассказывается в тринадцатой главе это последняя глава книги Нехемия рассказывается что уже Нехемия он он же Тиршата я ошибочно сказал что Тиршата это Тирош Шата то есть корень не корень а имя это образуется от других слов Гурша Личтот то есть ему было разрешено пить нееврейское вино помню что Нехемия работал дегустатором на наличие яда у Дальявыша второго так вот Нехемия был назначен пехой он приходил ему приходилось часто бывать с визитами в Вавилоне в Персии уже тогда только дорога на дорогу уходила несколько месяцев очевидно что какой-то период времени ему приходилось находиться там не только давая отчеты но и получая какие-то указания от персидских властей как управлять святой землей к сожалению были вынуждены прислушиваться к их словам и выполнять их волю и вот во время одного из отсутствий одного из путешествий Нехемии в Персию после того как он возвращается очевидно что было многие долгие месяцы ушли на это и он отсутствовал в святой земле и вот Нехемия возвращается и что он видит рассказывается о том что там был священник Эльяшив слава Богу он был не первосвященник достаточно нам первосвященника Иошуа не Иошуа Беннум а другой первосвященник Иошуа Беннум не был первосвященником мы сказали на Ифраима рассказывается о первосвященнике Иошуа у которого дети были женаты на нееврейках вот до такой жизни докатились евреи там мы будем разбирать где они приехали они из Вавилона уже с таким составом семейным или же это произошло в святой земле что усугубляет ситуацию обо всем это мы будем говорить по ходу когда дойдем до этих мест и вот был еще один товарищ которого звали священник который был коин еврей Эльяшив с такой великолепной фамилией Равль Иошев Зихрона Левроха один из величайших мудрецов Торы последних лет последнего поколения не этот товарищ Эльяшив он был мехутан то есть его дети были женаты его сын был женат на дочери некоего Тувия кто такой был Тувия Тувия это был самаритянин один из врагов народа Израиля самаритяне мы дойдем третьей четвертой главе к этой теме о цареи о врагах притеснителях народа Израиля и мы посвятим этому очень много времени рассказывать о том кто были самаритяне и многие факты из жизни нашего из истории нашего народа и совместной истории нашего народа с самаритянами и там волосы встанут дыбом у многих то какие это были ненавистники народа Израиля и сколько зла они сделали народу Израиля и вот ничего не мешает Эльяшиву женить своего сына на дочери Тувии и воспользовав этот священник очевидно не просто упоминается здесь что он священник потому что он имел какое-то отношение к службе в храме или занимал одну из ключевых должностей там и вот этот Эльяшив пользуясь отсутствием мехемии и использует вот именно то помещение в которое сносились все трумоту маасрод для того чтобы предоставить это как филерал или как какой-то офис для Тувии который будет находиться вот нигде прямо на святой на храмовой горе или где-то там сбоку как например Лишката Газит был известное помещение где заседал хсанедрин он был сделан так что это и часть храмовой горы в то же время они не нарушали никаких запретов потому что на храмовую гору не всем можно подниматься не всегда можно подниматься в общем он сделан так чтобы это было как максимально приближено к святости но при этом без нарушений определенных ограничений так и с этим помещением и вот перед этим священник Келешиев родственник Тувии находившийся в комнате храма бога нашего приготовил для него для Тувии большую комнату куда прежде отдавали дары ладан и сосуды десятину от хлеба и вина и олипкого масла положенную левитам и певцам и стражам ворот это одни из основных ролей которые должностей работ служений которые выполняли левиты в храме были левиты которые занимались открытием и закрытием ворот их там было немало в храме другие занимались песнопением и музыкальным аккомпанементом сопровождением музыкальным и вот они перечисляются здесь в то время не было меня в Иерусалиме потому что в 32-й год царствование Артахшасты царя Бавельского есть мнение что Артахшаста это не имя личное а это ну как фараон князь царь то есть это название императоров персидских это идет речь о Дари второй сын царя Хашвероша и Эстер Артахшасты царя Бавельского пришел я к царю а через несколько дней отпросился я у царя и пришел в Иерусалим и понял я какое зло совершил Ильяши ради Туви приготовив ему комнаты во дворах Дома Божьего и мне это очень не понравилось и он вышвырнул а как приятно читать как вот сегодня бы так он не просто говорит что же вы делаете негодные какие же вы неверующие а он просто берет и вышвыривает написано вышвырнул вон из комнаты все дары и не сказал ему ну-ка я тебе даю двадцать четыре часа на то чтобы ты освободил все помещения забери свои вещи он уже просто вышвыривает эти вещи и приказал я и очистили эти комнаты я вернул туда утварь дома Божьего дары и ладан и узнал я что не отдавалось левитам доля их и для этого мы читали весь этот весь этот отрывок и разбежались они каждый на поле свое каждый на поле свое левитам ничего не остается что им делать нужно кормить семью нужно думать о будущем нужно кормить себя и поэтому левиты занимаются вместо службы храма начинают пытаться каким-то образом наверное обрабатывать свои небольшие поля которые у них есть которые у них были их владения и разумеется служба в храме из-за этого ущербляется ущерблена есть интересный пророк сегодня один раз мы используем небольшой экскурс сделаем небольшой экскурс в книгу Мелахи он же Эзра по мнению Раши и вот есть в третьей главе книги царя пророка Мелахи говорится так 10 стих принесите всю десятину в дом сокровищ и будет она пищей в доме моем и испытайте меня этим сказал господь свой год не открою ли вам я окна небесные и не заливу ли на вас благословение сверх меры бахануни базе известная организация сегодня бахануни испытайте меня представляете что это такое о чем идет речь здесь ну во первых мы видим опять же иллюстрацию того что и пророк Малахи рассказывает о том как в оцар сегодня оцар называется казна тогда называлось место куда сносились трумот масрот ладан масло другие вещи необходимые для службы в храме и кроме этого пророк говорит от имени Всевышнего испытайте меня базе мазе как это можно Всевышнего можно испытывать и что с ума сошли это же опасно это не просто опасно на ближайший ёмкий пур не переживем как-то можно Всевышнего испытывать оказывается вот это единственный случай это единственный заповедь из всех заповедей Торы отделение десятины когда Всевышний разрешает испытать себя о чем идет речь как можно испытать человек который зарабатывает достаточно чтобы прокормить свою семью он здесь не вопрос десятина это не его и даже не его и даже не еще кого-то десятина принадлежит Всевышнему а габаи ответственные люди которым ты ее отдашь должны распределить это между вдовыми сиротами и всеми нуждающимися или же ешивами для где изучают Торы ну в общем любая необходимая любая нужда народа Израиля а если человек ну скажем так с трудом закрывает месяц ему хват или не хватает вообще такому человеку на первый взгляд не на первый взгляд а по закону он не обязан отделять десятину ну вот человек хочет отделять очень хочется и хочется и колется с одной стороны ну как же заработал пять тысяч шекелей пятьсот шекелей отдать не так просто мне как раз то есть в данной ситуации то чего мне будет ровным счетом не хватать говорит Всевышний я разрешаю поиграть со мной ты возьми отдели эту попробуй начать отделять десятину и войти в этот клуб тех кто выполняет эту заповедь а а я обещаю тебе что получишь благословение и тебе не только теперь будет не не только от тебя не будет а твое положение улучшится улучшится оно может любыми любыми путями то ли придет больше то ли повысит зарплату то ли упадет упадет доллар и шекель твой как был но вроде бы зарплата та же но теперь он стоит весит больше то ли вдруг не станут ломаться стиральные машины и другие электрические приборы а у детей не станут гнить зубы в общем способов дать нам вернуть нам обогатить нас улучшить наше материальное положение у Всевышнего нет недостатка в этом но если ты а в чем же здесь испытание где здесь игра если ты увидишь что это не работает не зарабатывает хорошо пожалуйста я разрешаю тебе дать установить такое условие да да нет хорошо нет я все понимаю у тебя не получилось у тебя не пошло скажите вы спросите вы а почему только эта заповедь единственная из всех заповедей Торы в ней Всевышний разрешает испытывать себя испытывать его и все это зависит от механизма от тех механизмов которые которые установил Всевышний которые работают и таким образом весь мир все в мире прокручивается и весь мир функционирует есть много других сгулот есть много других обещаний о том что у человека что-то улучшится ну конкретно материальное положение говорится в вавилонском Талмуде что если человек будет не жалеть воду когда он делает омовение рук то есть будет лить обильно наливать не одну вот эту вот чашу для натилат я дам для омовения рук и так вот попал разделить ее на шесть раз а каждый раз наливает не жалеет еще раз наливает так вот это тоже является сгулой это действие является сгулой для того чтобы человек обогатился и говорит там один из мудрецов Талмуда я вот делал и у меня не получал не получалось как то я вот счет мой в банке каким был такими остался доходы мои не увеличились как это объяснить что это не работает нет это работает но дело в том что мы находимся каждый человек находится в каком то в какой то определенной системе системе заповедей системе наших запретов системе обязательств наших и человек выполняя одно действие зарабатывает какой-то бонус не выполняя другое действие которое обязано совершая нарушение ему здесь вычитается и часто мы находимся представьте себе такую систему из шестеренок маховиков каких-то ременных передач цепей цепь передач и все это крутится вместе и вот одно нейтрализует другое одно здесь ты крутнул там заводит какое-то какое-то время другой маховик и все это все это действует вместе то есть мы являемся каком-то большого одним винтиком какой-то большой системы и даже если ты делал какой-то какой-то заповедь или какое-то какое-то действие после которого тебя обещают что ты обогатишься или например читать Беркат Амазон благословение после трапезы с хлебом еды с хлебом читать Беркат Амазон с большой каваной с правильными мыслями внимательно сосредоточено это тоже является одним из вот таких вот примеров которые приводят наши мудрецы что это это может помочь улучшить материальное положение в жизни как и духовное тем не менее здесь не сказано почему потому что что-то мы где-то мы зарабатываем где-то мы вычитаем где-то мы теряем здесь же вот эта заповедь говорит пророк Малахи Всевышний обещает нам он говорит нам что вот эта заповедь она находится вне всех этих шестеренок и маховиков и ременных передач она она не находится под влиянием каких-то других наших действий каких-то других общего состояния грехов или заповедей нашего духовного состояния нашего народа всего что тоже влияет в частности на каждого отдельного человека каждого отдельного еврея и вот здесь я позволю вам себя испытать почему потому что если в другом случае я скажу можешь меня испытать а там не обещано нет никакого обещания что у тебя это сбудется почему как мы уже объяснили потому что есть влияние каких-то других невидимых движений и тогда когда я буду пытаться испытать Всевышнего а немаленький шанс что это не получится мой руки с утра до вечера но если ты что-то нарушаешь так все это просто нейтрализуешь все эти свои действия и соответственно тогда попытаясь пытаясь испытать в этом Всевышнего и оступить не оступившись а не достигнув результата у человека может быть проблема с уменьшением веры ну все это говорят бобы майсы все это рассказы говорят вот я сколько не делаю сколько не мою руки да уже не вынимаю их из ведра с водой чтобы они были все время в чистоте и не были в туме и тем не менее это не помогает так вот там это делать нельзя здесь Всевышний говорит я эту заповедь отделение масс рот я ее вывел в отдельные вывел из всех этих систем из-под влияния и ничто тебе не может повлиять умолить твои заслуги и поэтому ты можешь меня испытывать потому что я не боюсь я не боюсь потому что я знаю что это сработает это пророк Малахий мы его уже отложили а теперь давайте вернемся к нашей продолжении нашей темы книга 2 глава я думаю что все понятно с левитами и с коинами продолжим дальше двигаться по списку а дальше начинается список их переводят как подданные мы говорили что это нети ним нети ним это те потомки гивонян или гивонцев кнанийского народа и у них очень подробный и большой список от 43 по 55 стих потомки цихи потомки хасуфы потомки табаота потомки кейроса потомки сиаа потомки фадона потомки леваны потомки хагавы потомки акува потомки гидейла потомки гахара потомки реайти реайи потомки рецина потомки никоди потомки газама узи фейсаха я почему читаю мы бы и сами могли это прочитать но здесь интересно, в конце есть потомки сисры сисру мы знаем из книги Судей, из книги Шофтим там где великая пророчица двора, одна из семи пророчиц народа Израиля и лидера тех времен того времени, того поколения она идет вместе с своим мужем, бараком в горе Тавор недалеко в долине Эмек Израиль, недалеко от Афулы Бейчана на Церета и там происходит на Нахаль-Кишон на ручье Кишон, знаменательное сражение где еврейские, малочисленные войска, не все колено поставили туда свои войска, не все участвовали, евреи были не на колесницах в отличии от Кнаанейцевна но они совершили чудо и они разбивают превосходящие силы врагов и погибает важный человек которого звали Сисра он был не царем а царь был царь Яхин где-то в районе современного города Хадера на побережье недалеко от южнее Хайфы и севернее Тель-Авива там находилось еще анклав недобитых Кнаанейцев которые еще остались со времен Ивашуа и у него был важный главнокомандующий Сисра и его Сисра убивают не подумайте что он имеет сюда отношение потому что несмотря на то что сказано в Талмуде что потомки Сисры учили Тору в Бнебраке но это другие люди а откуда взялось это имя так если Сисра был Кнаанейцем Гивонцы Кнаанейцы так это просто Кнаанейское имя потомки Тамаха потомки Нециаха и так далее потомки рабов Шломо мы говорили о них в прошлый раз всех подданных и потомков рабов Шломо 322 стих 59 а вот те что поднялись и Тель-Мелаха Тель-Харши Крува Адана и Мейра те что не смогли назвать рода своего и семьи своего из Израиля ли они были вот такие Тель-Харша Тель-Мелаха что это такое Тель-Мелах не Мелаха не Тель на котором работали или Тель связанный с работой а Тель-Мелах что такое Тель-Мелах соляной столб дело в том что евреи жившие в этом городе в каком-то городе в Вавилонии вели себя недостойно у них были испорченные медот испорченные характеры испорченные качества свойства и вели они себя как жители с дома были негодные люди и вот чтобы их выделить потому что сразу же возникает вопрос а евреи они вообще или что-то там может быть что-то там не то с родословной если они так себя ведут и поэтому этих людей из этого города их выделили их Эзра вынудил подняться в святую землю потому что как мы уже говорили на предыдущих наших занятиях все великие люди были в святой земле и даже если у нас была целая лекция посвящена разбору всех наших лидеров что все они и Даниэль и Эзра остался в Вавилоне и Нехемия он же Зрубавель и Мордыхай все величайшие мудрецы Торы они были вынуждены вернуться в Персию для того чтобы противостоять там враждебным силам которые заморозили стройку второго храма а потом не давали ее разморозить но в конце концов после всех этих передряг все вернулись и даже Эзра приехал прибрибл в святую землю и Эзра знал что там в святой земле нам будет проще на периферии вдали от зоркого ока персидских властей заняться фильтрацией народа Израиля отсеять тех кто не сможет доказать свое еврейство отсеять неевреев из среды евреев или же убедить их чтобы они прошли гашерный гиур и стали частью еврейского народа все это можно было сделать именно в Вавилоне и Эзра вынудил их не знаю можно пофантазировать гипотетически сказать какими-то методами он этого добивался но вот эти люди как раз негодные люди они были в том числе и представлены среди этой небольшой группы 200 тысяч человек которые прибыли в святую землю Тель Харши тоже Харша слово Хереш Хереш это глухонемой или же глухой сегодня в современном велике используют как глухой в Вавилонском Талмуде обычно термин Хереш это глухонемой сегодня глухой так вот откуда это происходит термин и почему их так называют в том месте очень были испорчены нравы и люди не очень хранили верность своим супругам друг другу и не все знали точно кто папа у кого кто мама мама наверное не наверное точно уже знали но папа был неизвестен и когда сын спрашивал мама а кто мой папа она говорила ему замолчи свой род потому что лучше об этом не говори лучше лучше бы ты этого не знал и мейра и мейра здесь звучит снова намер намер это леопард пятнистый пятнистый леопард да этим термином этим названием называли тоже людей из какого-то города вавилонского или персидского где также были проблемы с хранением верности а почему намер почему леопардовые леопардовые евреи дело в том что есть такой мидраж для меня это была новость когда я несколько лет впервые назад впервые стал изучать книгу эзры а вдруг я обнаружил если я не ошибаюсь она где-то приводится в перке а вот что мидраж этот говорит что всем известно что большинство животных они были созданы еще во время процесса мироздания а вот леопард это мамзер это незаконно рожденное это животное которое появилось вопреки воли всевышнего почему почему он мамзер почему он байстрюк незаконно рожденный потому что леопард произошел так говорит мидраж от связи львицы и дикого кабана то есть мама мама вроде бы приличное животное а папа свин такой и вот получился леопард соответственно природа почему мамзера там мамзер мамзер все время об этом говорится такая порча качества порча характера человека в результате это животное я не очень хорошо разбираюсь в зоологии точнее ну не больше чем national geographic не дальше чем но так утверждают наши мудрецы что именно вот это вот животное оно не очень переборчиво в своих связях то есть у него нет какой-то пары которой оно хранит верность может быть в природе сегодня не так не столь важно главное мессер то есть то что нам хотели донести наши мудрецы этим вот люди которые ведут себя таким образом их можно называть леопардовыми евреями потомки и потомки и потомки некоды 652 и из потомков священников священников ну так были же священники мы как раз с этого начали наше сегодняшнее занятие были священники до этого и целый список из целых почти 4 тысяч свыше 4 тысяч человек и вдруг опять священники коины сыны Ховаи сыны Акоца 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 сыны Акоц то есть фамилия была Коц просто с Гей Айди Я определенным артиклем Гей здесь перевели сыны Барзилай который взял жену из дочерей Барзилада Гилацкого и стал называться именем их вот какая проблема Коц это в храме было 24 мишмерет 24 семейства и смен разных кланов семейных которые несли службу в храме поочередно седьмая мишмерет седьмая вахта или седьмая смена была именно семейство Коц Коц это как Кац сегодня ошибочно многие называют Кац это от немецкого слова Котик на Кецеле все неправильно Кац это Коэнцедек или Коэнцедек Коэнцедек Коц еще более как бы звучит еще более напоминает этот гибрид эту аббревиатуру Коц Коэнцедек поэтому это Коэнская фамилия но так получилось что попав в изгнание или же еще живя в святой земле эти евреи стали жениться между разрешенные браки с другими евреями из семейства Барзилая что это за была важная такая семья вспоминаем наши уроки по книге пророка Шмуэля когда Авшалом поднимает бунт против царя Давида своего отца царь Давид успевает уйти в Зайордание на территории современной Иордании на территории проживания двух с половиной колен народа Израиля из народа Израиля и там он находит постоянно его ставка постоянно его место проживания было в доме какого-то важного еврея семей которого звали Барзилай не Барзилай не Бразилец Барзилай возможно слово Барзель железо и когда спустя полгода так там провел так провел там все свое время все эти полгода Давид спустя полгода когда произошло генеральное сражение и войска Авшалома были разбиты Авшалом погиб Давид смог вернуться в святую землю в континентальный Израиль и вернулся на трон воссел на трон в Иерусалиме то разумеется все кто был на его стороне почти половина народа Израиля половина народа Израиля и особенно те кто поддержал его в этот тяжелый момент вдалеке от Иерусалима разумеется начали получать теперь дивиденды и вот Давид приглашает Барзилая и говорит приходи будешь кушать со мной за одним столом потому что я буду кушать будешь кушать ты ну а уже не будем говорить дальше продолжать какие сулит это возможности протекции и прочее быть приближенным царя и Барзилая отсылает всех своих сыновей а мне говорит мне уже 80 лет мне уже куда у меня уже зубов нету вкус я не чувствую еды изысканной мне будет хорошо и там на месте и таким образом семейство Барзилая знаменитый клан он становится одним из приближенных царей царского царского двора одним из придворных и на протяжении истории они сохранили свою важность и когда кто-то из семейства Барзилая например девушка выходила девушка обычная хорошая кошерная еврейка из семейства Барзилая выходила замуж за какого-то коина что все нормально разрешено но из-за важности этой семьи они оставляли эту фамилию кажется я небольшой экскурс на эту тему сделал в прошлом занятии но повторимся и поэтому была фамилия у многих кот Барзилай есть такая загадка можете загадать детям и детям любом как звали отца Авишая сына цруи у Давида было три племянника Юав главнокомандующий его армии Авишай это телохранитель его личный телохранитель который был все время рядом с ним и спас ему жизнь не один раз и Асаэль погибший еще на заре становления царства Давида вот все они носили имя такое их назвали так Юав сын цруи Авишай сын цруи и Асаэль сын цруи как звали Авишая или Юава сына цруи как звали цруя папу звали цруя неправильно обычно не на то что мы обычно говорят по отцу Давид бен Ешай но поскольку мама этих трех великих евреев была сестрой родной Давида так из-за уважения к царской семье их называли всегда по маме то есть цруя являлась именем их мамы а папу звали срая почти такое же имя очень похоже он был хороший достойный еврей но в данной ситуации использовали всегда имя матери так и здесь важность семьи сделала проблемы какие проблемы спрашивают ты кто коин точно коин отвечаю документы есть пожалуйста документы документов нету как быть ну как быть посмотрите пойдите на кладбище как сегодня проверяют обычно у евреев маген Давид или менора и нет менора по-моему как раз у коинов тоже или же вот руки вот такие сделаны вверху как в виде какого-то символа на надгробии это означает это один из признаков того что этот еврей является вот это его дедушка или отец который лежит здесь в могиле зихроноли врага он был коином поэтому вообще неужели знали сто лет назад везде знали о ком идет речь и если человек никак не может доказать только говорит ну как сегодня все мы коины коины хазака коины так вот так принято в храме мы не получили и нашим коинам современным не дали бы сегодня им положенные подарки но другие привилегии небольшие которые сегодня у них есть в частности благословляют народы Израиля во время молитв утренних во время праздников за границей это пожалуйста это они могут делать так вот если вдруг приходят коины ему нужно дать отделение какие-то которые положены ему по торе а он доказать не может или же у него есть какие-то проблемы так вот одна из проблем это дополнительное имя какой возникает у нас вопрос почему у тебя дополнительная фамилия может быть те кто когда-то составляли твою фамилию они знают что у тебя есть какая-то проблема с родословной халаль может быть твой папа твой прадед может быть женился на разведенной женщине на разведенной еврейке соответственно все коины после этого уже идут халалим опустошенные то есть им запрещено иметь служить в храме и иметь соответственно какие-то льготы положенные им или же просто путали часто он такой оно на силу или барзилая или наоборот то есть ты можешь быть с коинской фамилией а на самом деле папа твой обычный израильтянин и вот им их к сожалению вот этих вот важные семьи хорошие семьи но так вот они поступили не благоразумно сохраню какие-то дополнительные фамилии меняя фамилии не по правилам обычным как всегда идет по отцу попали в категорию коинов запрещенных к службе и эти священники искали запись своего происхождения но она не была найдена стих 62-63 и были отлучены они от священства и сказал им Тиршата это Нехемия как мы уже знаем он изрубавель будем всегда считать так что изрубавель это Нехемия так считает Раши так считают многие речи и будем всегда придерживаться именно этой линии чтобы не путаться чтобы не ели они от святого пока не встанет священник с урим и тумим что это фраза такая урим и тумим это вот эта табличка по которой можно было связываться со Всевышним смс современно если в современном провести параллель и горели камни и там Коэн считывал определенную информацию по тем именам которые были вырезаны на этих драгоценных камнях соответствующих 12 коленам во время второго храма не хватало пяти вещей об этом будем говорить так же подробно в будущем ближайшем одна из них это урим и тумим есть мнение что урим и тумим были но они как бы не работали в них не было в них не было наполнения они не светились а соответственно они только были красивые внешне один из элементов важных элементов одежды Коэна но функцию свою они не выполняли есть мнение что он вообще не был урим и тумим и как это означает эта фраза пока не пока не придет пророк Ильяву то есть вот когда придет завтра сегодня так быстро отошим да да вот сегодня мы выясним вы каширные коины или нет а в принципе когда говорят такую фразу больше не приходите пожалуйста и не пытайтесь ничего доказать иными словами навечно вывел их из из коинов кошерных вся община вместе 42 300 42 360 человек не считая рабов и рабынь этих 7 337 и с ними 200 певцов и певиц подождите мы же уже говорили что когда мы перечисляли левитов немногочисленных среди них и было асав они были певцы те кто говорили возносили в песенной форме псалмы царя Давида и вдруг опять у нас Раши говорит что за 200 певцов и певиц вообще да что как евреи можно слушать женский голос певицы это откуда взялись да тоже левитки не может быть только левиты пели в храме что за певцы и певицы Раши говорит вообще не евреи были а кто это были это был вокальный инструментальный ансамбль хора и пляски которого заказали не еврей которого заказали вот помните недавно было событие ужасное самолет из Новороссийска взлетел чтобы с каким-то знаменитым оркестром хором российской армии мне кто-то сказал что слушал так исполняют еврейские песни Хавана Гила и прочее Иерушалайм Чальзагав у них было в репертуаре и они утонули практически сразу на взлете самолет упал они управлялись в Сирию чтобы веселить своих военнослужащих несущих там службу вот таких людей которые умеют хорошо петь и умеют вы исполните наши еврейские песни их просто нанял Эзра и представил их представил их к этой огромной процессии 200 тысяч человек все-таки большой лагерь для того чтобы веселить их в дороге тяжело с шутками с плясками с песнями возвращаться домой чтобы все слышали вокруг женщины танцовщицы там Раша объясняет что они ходили они ходили между ходили наверное вот этот огромный караван растянулся на 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 километрах и вот это вот группы музыкальные они переходили сегодня в этом на этом отрывке сегодня на этом в этом месте нашего лагеря разбитого и так они веселили евреев чтобы поднять 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 дух поднять дух этих героев которые шли в святую землю возвращались на родину своих предков возводить второй храм и восстанавливать еврейское присутствие на святой земле лошадей стих 66 лошадей у них было 736 немного мулов у них 245 верблюдов у них 435 ослов 6720 основной вид транспорта несколько тысяч всего животных то есть 200 тысяч человек идет и только только несколько тысяч ищаков верблюдов лошадей немного все немного но все же зачем так на чем нам перечислить шли ногами шли пешим ходом своим зачем это все перечисляют есть красивый мидраж есть красивый мидраж на мигелатрут где говорится о том что и ушел во елех ищ ну боос боос давайте найдем как там когда боос покидает святую землю вместе вместе с наоми своей супругой вместе с двумя сыновьями и это все что там говорится больше песней рут и было в те дни первый стих мигелатрут и было в те дни когда правили судьи точнее когда судили судей нужно правильно наверное перевести когда был в стране голод один человек один человек был миллиардер и был он не один были у него батраки были у него слуги рабы он мог прокормить весь народ весь народ миллионы представляете он все вывез с собой какой это караван был да наверное не меньше чем весь этот караван с двухсот тысяч человек которые возвращались из Вавилона в святую землю но что говорится один человек из Бетлехема Иудейского ушел чтобы пожить в полях Моавицких он и его жена и двое его сыновей все говорит Медраж Медраж Рутраба когда еврей покидает святую землю он его сумочка все больше ничего не описывает что он там забрал с собой что даже если он вывез очень много когда же евреи идут обратно в святую землю поднимаются даже ослы приобретают важность даже ишаки даже верблюды все что у них было там и даже хор какой-то нееврейский персидско-авилонский который наняли для того чтобы развлекать евреев даже он здесь перечисляется показать важность какая разница между теми кто покидает святую землю и кто в нее поднимается нам осталось зачитать несколько строк в главе второй и мы не начнем главу третью в следующий раз спрашивайте вы почему я вам отвечу потому что у нас остается один должок как мы сказали как я упоминал на нескольких предыдущих занятиях 42 тысячи человек перечисленные здесь скажем опять же по барбанелю что это только взрослые мужчины без жены детей но когда даже если их считать получается чуть более чем не более чем 30 тысяч человек если наши мудрецы пересчитали все эти семейства кто вернулся куда 900 там 170 там 1200 здесь всего получается не более 3000 человек и вопрос а кто были эти евреи которые составляли 12 тысяч человек мальбим объясняет просто были еще дополнительные небольшие группы которые шли двигались все время пришли позже раньше пришли после но другие комментаторы утверждают что это были остатки 10 колен и вот Блинедер Блинедер Ашем в следующий раз следующее занятие мы посвятим теме и мы будем заниматься исследованием что произошло с 10 коленами есть ли среди нас сегодня представители 10 колен или как это принято считать что это только колено Иуды немножко колено Бенемина и разумеется представители левитов и коинов кстати левитов и по сегодняшний день гораздо меньше чем коинов к нашей основной теме посвящал сегодня урок куда пропали наши 10 колен что с ними произошло где они находятся и есть ли они вообще и вернутся ли они вообще к нам об этом мы поговорим через неделю в следующий раз спасибо за внимание до свидания до следующих встреч до встречи Продолжение следует...